Увеличилось количество потребителей электронных сигарет среди детей. Таков результат мониторинга, проведенного Министерством Здравоохранения за последние 5 лет. Даже без статистических данных, если мы выйдем на улицу, то увидим реальность своими глазами. Есть ли вред от электронных сигарет, заменяющих обычные? Что говорят специалисты? Подробнее в сюжете. Наша съемочная группа провела опрос среди горожан. Чем привлекает курение современных электронных сигарет? Есть ли вред от них? Электронные, но не вейпы, а другой фирмы. В любом случае это сигареты, так что они в любом случае вредные. Мы вывозим торпемки, мы не имеем в виду. Взъяндули вообще, когда взъяндули. Кто-то из жителей нахваливал электронные сигареты, а кто-то выражал мысли, что по вредности они не уступают табаку. На электронные сигареты сейчас отмечается высокий спрос на рынке. Молодежь привлекает разные виды, такие как ГЛО, Айкоз, Вейп. А специалисты утверждают, что пар от нагретого табака опаснее обычного. То есть электронные сигареты при их использовании постепенно разрушают организм человека. Электронные сигареты могут вызвать рак, заболевание легочной и сердечно-сосудистой систем. Соксикологи отмечают, что очень велик вред электронных сигарет для организма человека. Пациенты жалуются на тошноту, учащенное сердцебиение, общую слабость. Айкоз содержит пластик биполимера. Табаковый Айкоз нагревается от 300 градусов и выше. И во время этого процесса выделяется очень большое количество вредных веществ. Айкоз также содержит канцерогены, как и обычный табак. Хотя снаружи на электронных сигаретах не пишут о противопоказаниях и побочных действиях. Все они содержат никотин. Капли жидкости задерживаются на слизистых дыхательных путях человека и создают препятствия процессу дыхания. Если электронной сигаретой пользуется несколько человек, то есть риск заражения гепатитом. Стоимость самого простого вида электронных сигарет от 5 до 15 тысяч тенге. А более дорогие виды оцениваются в пределах от 50 до 100 тысяч. Откуда в кармане у обычного школьника такие деньги? Возможно, что они могут собрать сумму сообща и купить их. А курение из одной трубки может привести к различным инфекционным заболеваниям. Согласно данным из открытых источников, у тех, кто попал в больницу из-за пагубных последствий электронных сигарет, симптомы болезни схожи с симптомами коронавируса и воспаления легких. А у пассивных курильщиков может возникнуть аллергическая реакция при вдыхании пара с ароматами ягод, леденцов, шоколада. Электронные сигареты производят не табачный дым, а именно аэрозоль. Его принимают за водяной пар. Но на самом деле он состоит из мельчайших частиц, многие из которых содержат токсичные соединения. Самое ужасное, что немало и те, кто получил ожоги от электронных сигарет. Электронные сигареты – это, по сути, нагретый табак. Риск для человеческого организма намного выше, чем у обычных сигарет, потому что выделяемый пар влияет на функцию печени, может привести к циррозу. Кроме того, если у человека имеются хронические инфекционные заболевания, то использование электронной сигареты может привести к их обострению, а также к развитию онкологических заболеваний. Чаще всего курение приводит к повреждению органов ротовой полости. Да, потребитель электронных сигарет считает, что это не курение, а просто вдыхание вкусного пара. Слово «вейпинг» в переводе с английского означает «парение», а «вейп» – это «вдыхаю и выделяю пар». Во-вторых, снаружи обычных «вейпов» указано только то, что в составе есть глицерин, пропиленгликоль, ароматизатор и дистиллированная вода. И глядя на это, многие думают, ну какой тут вред, здесь нет никотина. Но не торопитесь с выводами, это лишь простой маркетинговый ход. Очень хорошо развит маркетинг электронных сигарет. Продавцы сумели завоевать доверие потребителей. Табачное изделие в изящном, красиво оформленном стике или в коробочке обязательно привлечет внимание любого человека. Чаще всего молодые люди смотрят на красивую внешнюю форму электронной сигареты, на то, что она имеет отдельное зарядное устройство, индикатор, который показывает, сколько осталось докурить, на какой период сигареты рассчитаны. И все эти детали молодежь признает как девайс или гаджет. Они не знают, что, потребляя электронную сигарету, приводит свой организм к большой зависимости в будущем. Одно из самых распространенных заблуждений – это то, что электронные сигареты снижают зависимость от курения. Например, один из видов электронных сигарет называется айкос, что в переводе с английского означает «я бросаю курить». Производители айкос уверяют, что от высоких температур идет не дым, а пар. Потому что человек не может так часто курить обычную сигарету. А у электронной сигареты приятный запах. Потребитель может курить ее в любом месте, в любое время. Она не запрещена в нашей стране. На рынке кипит торговля табачными изделиями. Особенно интересуются электронными сигаретами молодежь. Всемирная организация здравоохранения, где знает об истинной угрозе модных сигарет, призывает ограничить их выпуск. Однако пока в нашей стране старшее поколение не пришло к единому решению.